В Кирове объявлено метеопредупреждение. Утром 25 марта по области и по городу местами ожидается ветер со скоростью 14 или даже 19 метров в секунду, а с ним осадки в виде снега и дождя. В отдельных районах метель на дорогах гололедица. Специалисты МЧС рекомендуют кировчанам быть на улице особенно осторожными, а водителям советуют соблюдать дистанцию и скоростной режим. О других новостях города и области расскажем в коротком видеообзоре. Сегодня целый день городские специалисты осматривали все здания в городе. Такое поручение своим подчиненным дал глава администрации Кирова Александр Перескоков. В мэрии утром прошло экстренное совещание по вопросам уборки крыш. Перескоков назвал ситуацию в Кирове напряженной и отметил, что погодные условия в последних дней только усугубляют ее. Паводок в этом году не будет иметь глобальных последствий. Такое мнение высказал главный метеоролог области Марат Фрэнкель. По его словам, несмотря на превышение нормы по осадкам, вода не выйдет из берегов больше, чем обычно. Сгладил последствия снежной зимы рекордно теплый февраль. Благодаря ему высота снега в области снизилась на 30-40 сантиметров. При этом синоптики обещают, что конец марта и апрель будут прохладными и реки вскроются только в середине апреля. Первый бэби-бокс в Кирове установят до середины апреля. Об этом рассказал настоятель католического прихода отец Григорий Зволинский. По словам мужчины, окно жизни обошлось им в 200 тысяч рублей, хотя первоначально на устройство требовалось 300 тысяч. Но удалось договориться с поставщиком о более выгодной цене. Бэби-бокс доставят из Перми. Отмечу, средства на окно жизни собрали прихожане католической общины, при том, что власти, по словам настоятеля католического прихода, три раза отказали в гранте. Продолжение следует...